Итак, соответственно, эстетика – это наука об объектах чувственного восприятия. То есть это наука о формах, в которых может быть представлена прекрасная, как в искусстве, так и в природе. Если совсем упрощать, то эстетика – это самое близкое искусству философская дисциплина, так как именно она исследует то, почему нам нравится что-то, а что-то кажется безобразным. Почему в одну эпоху люди видят эталон красоты в чем-то одном, а в другую эпоху люди видят эталон красоты в чем-то прямо противоположном. Почему в одних культурах, к примеру, Востока, Амазонии или Африки, критерии прекрасного и безобразного могут радикально отличаться от представлений, которые есть в нашей европейской культуре. Когда что-то трагическое или священное для одной культуры кажется комичным, гротескным или даже безобразным для другой. Эстетика пытается ответить на вопросы, почему иногда даже в одном и том же месте, в одно и то же время появляются прямо противоположные критерии красоты и увольствия. Почему от века к веку меняются идеалы красоты, как в жизни, так и в произведениях искусства. Почему мы выбираем что-то одно, а не что-то другое, ориентируясь как на свой собственный вкус, так и на мнение окружающее. На эти вопросы и многие другие, исходные с ними, дает ответ на опыт эстетика. И как мне кажется, что эти вопросы для деятелей искусства, они едва ли не первой степени. В какой-то зачаточной форме эстетическое чувство присутствует даже в природе, у животных. У животных оно представлено мимикрией. Это умением вписывать себя в окружающую картинку. Причем, как блистательно показывал в своих работах видный мыслитель, социолог 20 века Ложакаева, а мимикрия не преследует только лишь цель маскировки или цель парада, демонстрации себя, но и завязана на эстетической функции, то есть на функции красоты, совершенства формы. Другое дело, что в человеческом сообществе искусства было доведено до высочайших пределов, до высочайших форм проявления. Но тот факт, что истоки прекрасного лежат в мире природном, говорит о том, что такие категории, как прекрасные и безобразные, возвышенные и низменные, лежат в основании нашего естества. Это не привнесенные в процессе становления человеческой цивилизации явления, но фундаментальные факты реальности. Даже в обыденной жизни, в обыденной, простой речи, ненаучной, мы говорим, что это-то эстетично, а это неэстетично. Используя это слово, хоть и в ограниченном по смыслу значении, но все же сохраняя его верную характеристику, верный первичный смысл. Так как это слово, слово эстетика, происходит из древнегреческого языка, и значило оно в этой культуре чувство, но не эмоцию, а чувственное восприятие. Так что эстетично то, что радует взор, или слух, например. Существует три важнейшие пары эстетических категорий. Прекрасная и безобразная, возвышенная и низменная, трагическая и комическая. Причем с ними не все так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Так как не только прекрасная и безобразная являются противоположными, но и прекрасная и возвышенная также являются взаимоисключающими категориями. Но достаточно в качестве примера процитировать Эммануила Канта. Возвышенная движет, в то время как прекрасная пленяет. Чувствуете разницу? Прекрасная – это то, что захватывает нас и погружает себя, то, что не дает из себя вырваться, то, что погружает в определенное состояние. То есть пленяет в русском языке, это очень хорошее слово, оно родственное слову плен, оно захватывает. Возвышенное же движет, оно гонит, оно гонит вперед. Поэтому то искусство, которое не является прекрасным, оно в большинстве случаев может оказаться возвышенным. То, что движет нас вперед. Трагическое же и комическое являются изнанкой друг друга. То есть если там это обращение, безобразное, это то, в чем в наименьшей степени наличествует прекрасно, изнанка друг друга. Так же, как и низменная, противоположная, возвышенная. А вот с трагическим и комическим такое не пройдет. Это не одно и то же. А они зиждутся на совершенно различных психологических основаниях, о которых мы в свое время подробнейшим образом поговорим. То есть комично не то, что не является трагичным. Но вы это сами понимаете. Так же, как трагично, далеко не все, что не смешно. Безобразное же и комическое, вот такое пересечение, очень часто переплетаются. Еще в эпоху Древней Греции, в частности, Аристотель высказывал мнение о том, что эти категории едва ли не заморхнутую другу, да, и едва ли не одинаковую. Процитирую. Он писал, смешное есть подражание безобразным. И в каких-то случаях это действительно работает. Есть и еще одна очень важная для эстетики категория, это категория героического, которая то смешивается с возвышенным, то с трагическим, то является абсолютно нормальной единицей. Есть и много других, более мелких делений. Ну, в частности, ироническое, или драматическое, и так далее. Ну, драматическое получается как сниженная форма трагического. Не слишком трагическое и драматическое. Хотя оно, опять же, может и с героическим смешиваться. Самые важные категории в эпоху Древней Греции. Однако, чтобы погрузиться в глубину эстетической мысли на достойном уровне, требуется достаточно большой багаж знаний. В том числе и знаний в области философских наук. По этой причине, специально для музыканта, я полностью переструктурировал курсы статики. В расчете на то, чтобы сделать его не только понятным каждому из вас, но и чтобы максимально приблизить курс к тем проблемам и вопросам, которые первостепенны, прежде всего, для музыкального искусства. По этой причине, тот курс, который я буду читать, нельзя прочесть в учебниках или какой-то отдельной взятой книге. Это будет авторский курс. Курс, строящийся исходя из специфики профессии музыканта, которые вы здесь все получаете. Со следующей лекции мы начнем с вами рассматривать течение в современном искусстве и в музыке прежде всего. Так как вам эта область наиболее близка, и на ее примере будет проще вам показать проблематику эстетики, причем не в теории, а на практике, как действуют те или иные эстетические категории. Но рассматривать мы будем различные направления в искусстве. Не так, как вы это делали на истории музыки или даже на истории искусства. Здесь мы будем пытаться сформировать взгляд, так скажем, точку зрения философского видения. Более абстрактный, более отстраненный, более общий, широко охватный. Будем делать акцентки на тех же самых вещах, к которым вы и так привыкли. В узкоспециализированном профиле. А, история музыки все-таки является узкоспециализированной дисциплиной. А будем делать акценты на тех вещах, которые важны не столько для музыки, сколько для культуры в целом. Эстетический взгляд, это взгляд прежде всего культуральный. Он видит в музыке параллели с живописью, с психологией или романистикой, с масс-медиа или теми или иными достижениями науки, с нашими идеалами и тем, чем мы восхищаемся в природе. Думаю, если я обозначил это хотя бы таким кратким образом, то уже понятно, что это не то же самое, как анализ той или иной симфонии по истории музыки, или даже анализ того или иного живописного полотна по истории искусства. Значительно более общий подход, значительно более широкий подход. И менее за деревьями все-таки увидеть ряд. И моя цель научить вас, пусть сначала на музыкальных примерах, выходить на этот самый более высокий уровень обобщения, на иной уровень понимания тех вещей, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, в том числе и в вашей непосредственной практике как исполнителя. Далее, после того, как мы рассмотрим несколько стилевых направлений с этой точки зрения, мы попытаемся погрузиться в эстетическую мысль, но опять же предельно связанную с искусством. И начнем тоже с музыки. Я буду давать отдельно анализ текстов философов 20-го и 21-го века, которые были посвящены различным направлениям, различным областям области искусства. Это будет следующий шаг по направлению собственных предметов эстетики. Мы рассмотрим такие работы гениев 20-го и 21-го века, как Мишеля Фуко, Жиле Делеза, Филиппа Лапула Барта, с него, возможно, не начинал, потому что он подробнейшим образом анализировал проблематику вагнеровской оперы. Также рассмотрим Жака Делеза, уже упоминаемого мной Роже Кайоа, Жака Рансьера, Джорджа Агамбина, Славуя Жижика, Алена Бадью или Карла Густава Юнгера. Многие из этих мыслителей еще живы и составляют золотой фон современной человеческой мысли. Их взгляды на поэзию, живопись, кинематограф и музыку, на танец и драмы представляют первостепенный интерес, так как эти мысли творят современное нам поле искусства и культуры, в целом, в котором хотим мы этого или не хотим, нам предстоит жить и работать. И лишь пройдя такой подготовительный путь, путь интересный, путь идущий от искусства в философию, мы обратимся к основным категориям эстетики и их историческому становлению. Мы рассмотрим, как в различные эпохи понималось прекрасное и возвышенное, трагическое и тоническое, и какую функцию в то или иное время выполняли в культуре эти эстетические категории. Проанализируем с точки зрения психоаналитического знания, различных, причем психологических школ, как функционирует, к примеру, комическое. Что есть астрота и за счет чего она работает? Посмотрим, как интерпретировал юмор Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа. Как интерпретировал астроты крупнейший психоаналитик 20 века Жак Лакан. Или как это анализируется сейчас в современной нам мысли, на примере изыскания видного петербургского философа Александра Смулянского. Рассмотрим, как жанр трагедии стал ключевым во всем европейском искусстве. И даже более того, во всей нашей культуре. Посмотрим, какие психологические механизмы лежат по его основе. И почему что-то производит на нас сильное впечатление террористического, а что-то не производит вовсе. По этой причине, те учебные пособия, которые есть по данной дисциплине, подойдут вам разве что в качестве материала по последней части курса. Это могут быть как работы Юрия Борисовича Борева, так и Виктора Васильевича Лучкова. По истории эстетической мысли также будут пригодны труды Михаила Федотовича Овсянникова, «История эстетической мысли». А также шеститомник, так называемый, «Шеститомник. История эстетической мысли». Говорю так называемый, потому что вышло пять томов, «Пятый» выходил настолько ограниченным тиражом, что реально это четырех томов. То, что можно достать. Книжки, кстати, совершенно уникальные, хотя этот книг еще, ну, кроме Бычкова, изданный в прошлом веке, на них, конечно же, лежит печать действительности Советского Союза, но, тем не менее, вот, например, вот этот сборник абсолютно уникальный, потому что там начинается с древнейших цивилизаций. Я не знаю, есть ли аналогичный сборник в англоязычных изданиях. Очень в этом сомневаюсь. То есть, тут абсолютно много писающих изданий. Авторов там не... Авторов много, естественно. То есть, по каждой отдельной проблематике писания свой автор. О, новая вот только эстетика Бычкова. Опять же, Бычков не вчера родился, да, он все равно родился из Советского Союза, но это издание адаптировано под современность. Оно уже переработано. Я же со своей стороны попробую, как вы видите, записывать курс на видео и выкладывать это на своей странице ВКонтакте и на моем ресурсе на Ютубе. Все материалы, которые будут даваться здесь на лекции. Это сильно сократит ваше время по изучению дисциплины, если вы вдруг пропустили. Потому что послушать часовую лекцию – это одно, а прочитать пять томов истории эстетической мысли – это немножко другое. Это займет просто разный объем вашего времени. А я со своей стороны постараюсь, чтобы вы тоже не только слушали и читали, но чтобы вы читали подлинно. Потому что вы все музыканты, и думаю, не нужно вам объяснять, что прочитать про какую-то музыку и ее послушать – это не одно и то же. И если вы будете только читать про Брамса, вы не слышали ни одного сочинения Брамса, вполне вероятно, что вам покажется, что то, что вы читаете, очень сомнительно. Поэтому после того, как вы прочли про Брамса, думаю, никакого представления о реальности его музыки вы так и не получили. То есть эти издания все, они ориентируются на то, что анализируются уже отслушивания материалов. В таком случае есть много замечательных анализов. Понятно, что есть действительно скучные анализы. Он не ставит перед собой такую задачу, анализ, быть во что бы то ни стало веселым. Он не попадает ни в категорию комического, ни аналогичное ему. Так вот, но, как вы, наверное, уже знаете, проходили историю философии, в колледже, возможно, в вузе. И анализ именно истории, то есть книг о трудах этих мыслителей, без чтения самих трудов этих мыслителей, в большинстве случаев, к сожалению, оказывается действительно очень скучным. Потому что философия, как дисциплина, максимально приближенная к искусству, это дисциплина, которая требует, конечно, чтения самих текстов. Чтение анализа произведений Пушкина или чтение анализа мастера и Маргариты, ведь чтение самого текста Булгакова, это, во-первых, скорее всего, бессмысленная трата времени, а во-вторых, может действительно оказаться очень скучным и удручающее впечатление произвести. Так вот, чтобы перед вами во многом оправдать тех великих авторов, которых мы будем проходить, я буду делать небольшие вырезки из их работ, или если это статьи небольшие, я буду их выкладывать полностью, и именно их вы будете готовить к семинарским занятиям, когда мы будем обсуждать. Потому что, повторюсь, чтение подлинников, особенно подлинников современных нам, не Платона, он, конечно, замечательный был автор, но сейчас нет уже ни греческого полиса, ни греческой культуры в том виде, в котором он анализирует Василию. Поэтому как его на практике применять, я себе с трудом представляю. Это просто нужно знать как исторические факты. То же, что мы будем анализировать с вами, это не исторический факт, это современная практика. Это то, что сейчас происходит в искусстве. То те мысли, которые сейчас движут искусство. Искусство музыкальное здесь не является исключением. Более того, как бы понимать музыкальное искусство вне контекста этих работ зачастую, ну, почти невозможно. У того же какого-нибудь Пьера Гулеза без знания работ Делеза и без знания его понятия резонны, понять в принципе невозможно. Потому что оно зиждется на этой же самой низке, на этих же самых концепциях. Так что будем читать подлинники. Я не буду Вас перегружать большим их количеством, но какие-то фрагменты работ будем читать обязательно. А вось Вам это войдет в привычку, и Вы будете потом это читать просто так. Лично скажу от себя, что я с огромным удовольствием читаю современную философию. В основном ту, которая вот издается буквально в этом году, в прошлом году вышла. Сейчас, благо дело, в России хорошо функционирует перевод, и это переводится почти мгновенно. Я не так давно делал статью для англоязычного издания, и у меня было большое количество ссылок на французскую философию. И когда я полез в базу англоязычную, мне нужно было привезти эти же книги, но версии английского издания. Но, к сожалению, я их не нашел. То есть на английском языке их просто еще нет. Они есть только на французском, на русском уже есть. Но, в частности, я имею в виду, например, весь цикл семинаров Мишеля Фуко, которые он читал на протяжении 70-х, 80-х годов, 20-х века. То есть книги все переведены на английский, а вот эти семинары – это магнитофонная запись его лекций. Это, простите, 11 томов. Этого нет. А на русском большая их часть уже есть. И каждый год выходит по еще одному тому. Я уверен, что все 11 летают. Ну, это интереснейшее очевидение просто элементарно. Есть же философы, которые настолько блистательно владели языком, что говорить о том, что они только философы, но не являются литераторами, уже вообще не представляются возможными. Ну, думаю, вы все, по крайней мере, знаете, такие фамилии, как Сартер или Канюк, которые были не только философами, но и очень крупными писателями. Таких, на самом деле, философов очень много, которые и в области литературы сказали значительное слово. Ну, и философия очень близка искусству. Прежде всего, литература. А есть там, где отличить нельзя одно от другое. Ну, например, творчество Мориса Бланшоффа. Что это? Это, в принципе, литература или это философская слистика? Это уже неопределяемо. В каких-то случаях скажешь, ну, вот это в большей степени. Или классовски. Кто это? И на романистику, оказавшую фигуру, колоссальное влияние, да? И в области философской мысли, оказавшую этими же самыми работами, не другими. Так же, как Борхес, которого тот же Фуко цитирует достаточно часто. Потому что я все-таки хочу, чтобы вы были людьми образованными и не нагугленными, да? То есть теми, которые знают название книг и фамилии автора книга. Это уже неплохо, да? Но это мало. Но те, которые знают хотя бы какие-то тексты из личного контакта, из личного опыта. Потому что без этого сейчас просто невозможно, да? Разобраться тем более в тенденциях, связанных с современным искусством. Да и с несовременным, с его пониманием. Вы же не можете просто механически клонировать какие-то исполнения Прошкона, да? Но это тот же самый плагиат, только такой, как по закону некачественной клетки, да? То есть плохой клон, дурной клон. А каждый из вас может сказать что-то свое. Это не обязательно настолько же большое свое, как у великих музыкантов. Но вы можете каждый что-то свое выразить. Понимаете? Это может быть настолько, но это ваш путь, это будет ваша плата, он будет иначе. Потому что не бывает гения. Бывают люди, которые в наилучшей степени репрезентируют то социальное поле, в котором они выросли. Но каждый из людей, составляющих это социальное поле, растил гений. Нет, не так давно имел счастье или несчастье послушать симфонию, которая исполнялась на премьере третьей симфонии Битхойна. Не буду называть фамилию автора. Уверен, она вам ничего не скажет. Так вот, это тоже была премьера. Эта симфония тоже не был мажор. Так вот, когда я ее послушал с партитурой, я нашел в ней настолько много того, что я был уверен, что принадлежит исключительно третьей симфонии Битхойна. То, что мы считаем как стиль Битхойна этого периода, это общее место. Вот того, чего не было в этой симфонии, принадлежит Битхойну. То есть, не бывает, когда в том месте появляется гений и творит новую верность. Этот гений обусловлен социальным контекстом. Он вырастает на него, просто симфония Битхойна чуть-чуть лучше, чем эта самая симфония. И поэтому мы ее знаем и ее слушаем, потому что она вполне может репрезентировать всю эту эпоху, а не то, чтобы она создала эту эпоху. Вот в чем дело. Поэтому, конечно же, нужно знать весь контекст современной реальности, как он осмысляется, и тогда можно занять какую-то важную для культуры, для искусства нишу в этой самой реальности. каждому из вас, абсолютно каждому. Здесь нет никаких различных. Так что, в общем, таков план на этот год, на два семестра у нас. То есть, от направления искусства к работам философских по искусству, и, наконец, к осмыслению собственных эстетических категорий и их истории. И, то есть, истории эстетики уже как таковой. И, если это кратко охарактеризовать в терминах, то в терминах, уже упоминаем вновь Виктора Васильевича Бучкова, этот путь будет путем имплицитной эстетики к эстетике эксплицитной. Слова страшные, но, на самом деле, сейчас объясню. Имплицитная эстетика – это та эстетика, которая неявно выражена. Это та эстетическая мысль, которая присутствует в самом искусстве. Вы знаете, что тот же Вагнер осмыслял значение музыки, скрягин и так далее. То есть, внутри самого искусства есть понимание, представление о прекрасном, о безобразном и так далее. Но это понимание, конечно же, не уровня философского понимания. Оно, скорее, немножко превосходит уровень профессионального просто. Чуть-чуть выше. А вот эксплицитная эстетика – это, собственно, эстетика в чистом виде. Эстетика как философская дисциплина. Максимально абстрактная, которая видит жесткие структуры. Структуру трагического как такового. Для европейской культуры – это ключевая категория. Вообще, в принципе, самая ключевая. На этом все основано, в том числе и опера как таковая, как жанр. С другой стороны, комическое, безобразное, прекрасное, возвышенное, низовое, героическое. Просто жесткие категории. Или, как сказал бы психоаналитик Архитий, это не совсем они, но это максимально приближенное к ним явление. Это инвариантные явления. Явления, которые сохраняются на протяжении колоссального истории развития европейской культуры. Итак, первые три занятия будут у нас, соответственно, лекционными, так как мне нужно будет дать вам определенный минимум информации. А дальше мы перейдем на стандартную схему. Лекция, семинар, лекция, семинар и так далее. На семинарских занятиях будем смотреть или слушать какие-то материалы, но уже не музыку, а текст. Я буду подборку делать каких-то... Либо, собственно, выступлений мыслителей о искусстве. Это очень, кстати, интересно, когда это живой, настоящий человек говорит. Либо мы будем активно обсуждать ту или иную прочитанную статью. Все материалы я буду размещать либо на своей странице ВКонтакте, либо, если кого-то там нету, вы всегда можете просто принести флешку, и я вам прямо здесь вбирь солью материал. Или почту свою записать, я вас ссылку сделаю. Чтобы вам не искать... Потому что в большинстве случаев это будут вырезки. Это будут не целиковые работы, да, а какие-то ключевые фрагменты, которые вам нужно прочесть. Ну ладно. Итак, поехали. Соответственно, как я уже говорил, зачатки эстетического чувства можно наблюдать даже в природе. Не только в человеке. И сейчас я хотел бы показать вам, как птица разбирается с цветными предметами, распределяя их в соответствии со сходством. Все примеры, конечно, как слон рисует или собачка рисует. Понятно, что слон или собачка просто очень сильно рисирован, он не понимает, что это делает. Немножко есть попытки к осознанию красоты у приматов, но с птицей это наиболее показательно, потому что это подтверждает факт того, что она очень четко разбирается в цветах, во-первых, а во-вторых, она может их в соответствии распределить, чтобы цвет подходил к другому цвету. Достаточно известный такой ролик. И вот, как я, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть на уровне еще мимикрическом зачатки эстетического чувства есть даже у животных, при том, что птица это невлекопитающее. Представляете, какого размера у попугай-мозг? И тем не менее, он может правильно распределить цвета. Однако на такое глубинное, даже до-человеческое происхождение эстетического первые попытки осмысления проблемы эстетических категорий проявляются достаточно поздно. В период высокой античности, прежде всего. И в первую очередь в работах Аристотика. Ну, в частности, в поэтике Аристотика. А само слово «эстетика», как название на руки о прекрасном, вводится Баумгартеном в 1754 году. То есть за два года до рождения Натси. Очень классно. Очень классно. То есть, получается, эстетика, как дисциплина, это дисциплина эпохи классицизма. Так вот, и лишь у Гегеля, который у нас современник Бетховена, эстетика начинает пониматься как философия искусства. Что в нашем случае, естественно, ближе всего. Если сильно упрощать и совсем, так скажем, на двух пальцах показывать, то эстетика – это философия искусства. Труды философов об искусстве. Так или иначе, это можно присуду купить к эстетическому языку. Но, конечно же, эстетическое восприятие действительности человека появилось задолго до его осмысления. Задолго до эпохи античности. Так как первые произведения искусства, дошедшие до наших дней, датируются не периодом, как высокой античности, 5-4 века до Нового века, а датируются десятками тысяч. Так, взглянем бегло на эти древние артефакты. О них даже не все знают. По крайней мере, далеко не все из тех, которые я хотел бы вам показать сегодня, приводятся в традиционном перечне древних произведений искусства. Так вот, самое древнее произведение искусства, которое признано абсолютно всеми учеными, не вызывает никаких споров, это бусы из раковин, найденные в Африке. Это Южная Африканская Республика, пещера Блонбас, и они датируются возрастом 75 тысяч лет. Совершенно потрясающая цифра, цифра абсолютно колоссальная. Если вы помните, то пирамиды Гизы датируются возрастом 4,5 тысяч лет. Здесь идет речь о 75 тысяч лет. Напомню, что современный человек, кроманьонец, появился приблизительно 200-150 тысяч лет назад. Примерно в одно и то же время с появлением огня, с использованием огня. Прежде всего, это важно как фактор приготовления пищи, потому что это резко увеличило продолжительную жизнь. Да это просто все мерли от заболеваний инфекционных. Потому что если есть сырую пищу, причем сырую, не всегда свежую, то есть я имею в виду мертвичей, то от этого очень быстро можно попасть на тот свет. А приготовление пищи на огне исключало заболевания большим количеством вирусных инфекций. Это происходит 150-200 тысяч лет назад. Есть гипотезы, свидетельствующие о том, что искусство появилось даже раньше, чем эти даты. Примерно 200 или даже 500 тысяч лет назад. Это так называемые Тантанская Венера, или Венера из Тантана Марокко. И Венера из Берехат Рама, это Израиль. Обе статуэтки имеют схожие черты с человеческой фигурой и использовались древними людьми в культах. Однако нет никакой гарантии, что они не появились в результате естественного выветривания камня. Так что облик их не позволяет однозначно утверждать о том, что они были созданы именно рукой человека, а не используясь человеком в культных церемониях. Если человек поклоняется какой-то столе, это еще не значит, что эту скалу он уже и сделал. Понятно, что в более поздние времена и та, и другая статуэтки были покрыты охрой. То есть они использовались как культурой статуэтки, но не изготовил ли его человек. Как видите, утверждать 100% что это именно фигурка человека достаточно проблематично. Хотя, может быть, опять же, она была повреждена очень сильно, а изначально как раз очень сильно напоминала человека. Вот здесь, например, голова, грудь, узнавелся. Все древние фигурки, в большинстве случаев, это женские фигурки, потому что первая, так скажем, структура человеческого общества – это матриархат. Первое же создание рук человеческих в области скульптуры – это вот такой уникальный совершенно человеко-лев из Германии. Это статуя существа с человеческим телом и львинной головой, найденная, как видите, в Германии археология, относительно не главная. Она сделана из бивня мамонта и считается древнейшей из известных скульптур в мире и также самой древней зооморфной скульптурой. Все остальные древние скульптуры изображают женское тело, а здесь это существо гибрид, с головой животного и телом человека. Предполагается, что это изображение божества. Это небольшая скульптура, она примерно 30 сантиметров в высоту, ну, бивень. Вот еще одно изображение. Анна достаточно сильно пострадала. Лицо совершенно уникальное для этой даты. Первая дата – 32 тысячи лет – это старая датировка, современная датировка – 40 тысяч лет. То есть, если верить современной датировке, то это будет самая древняя. Статуэтка, которую гарантированно изготовил человек. Потому что 75 тысяч лет – это бусы были, но это не статуэтка. Ну, вы сверлите ракушки, пусть значительно проще, да, пробейте ракушку, чем сделать вот такое. Я вот такое здесь могу сделать, избиваю. Он крепкий. Однако некоторые ученые все же скептически смотрят на дату человека-льва в 40 тысяч лет. И по-прежнему привержены к первой датировке – 32 тысячи. Так вот, в таком случае всеобщепризванным является вот эта статуэтка. Статуэтка из Германии, из Холифельс, так называемой Венеры. Все эти древние статуэтки называются Вененами. Она тоже сделана из бивня, сделана из бивня шерстистого мамонта. Как видите, достаточно маленькая. Я специально взял фотографию, где она на руке загряжена. Это кулон. Здесь вместо головы то, за что подвешивается этот кулон. То есть голова в данном случае будет настоящего человека. Поэтому она не загряжена. Это, скорее всего, была богиня плодородия. Если человек-лев – это какое-то воинственное божество, то в данном случае это богиня плодородия. Датировка около 40 тысяч лет, но не 40. Чуть меньше, предположительно. То есть, если датировка Человека-Льва все-таки верная, то он древней. Если датировка Человека-Льва неверная, она даже не может быть неверной. Просто все же книжки быстро не перепишешь. Но это общий признак. Самая древняя Венена. И покажу совершенно уникальную древнюю статуэтку. Это первая в истории керамическая статуэтка. Понимаете, одно дело изгибное делать, а другое дело полностью изготовить. Это Вестонинская Венера, это Чехия, Вестонинская. А вот еще одна из Холи-Вестонинской Венеры поближе. И сравним сейчас как раз с Вестонинской Венерой. Совершенно потрясающая пластика. Почти 30 тысяч лет. Что же касается музыки, то первые музыкальные инструменты датируются возрастом 36-40 тысяч лет. Вот знаменитая флейта из полых скал, выполненная из лучевой гости грифа. Самая древняя из ныне обнаруженных флейт. Вот она же в руках, чтоб опять же вы размер видели. И другие древнейшие инструменты флейты. Вот, в частности, флейта, которая с большой долей вероятности использовалась как вязанка. Как аблас, как двойная флейта. Видите выступ? С которой можно было связать два инструмента и их использовать одновременно. Один тянет бурдон, какой-то на другом мелодии исполняется. Этим инструментом примерно 36-40 тысяч лет. То есть, если опять же датировка вот этой флейты подлинная, то получится, что музыка появилась раньше, чем скульптура. Почему? Потому что это слишком совершенный музыкальный инструмент. То есть, это значит, что у него было большое количество предков. Это большая предыстория. Просто флейта с малой степенью вероятности может сохраниться. Она слишком хрупкая, в отличие от статуи. И то, кстати, Венера из Холифельс, она полностью разбита. Это она собрана. Она была из большого количества кусочков собрана. Даже бирень мамонта крошится за такое количество времени. Уже не говоря о кости, лучевой кости грифа. Это тончайшая кость. Понимаете? Флейту нельзя сделать из бивы. Она не будет звучать. Первые же сохранившиеся образцы живописи, другой вид искусства, находятся в пещере Шоуэ. Это Франция. И они датируются 36 тысяч лет. Совершенно уникальное изображение. 36 тысяч лет – это примерно тот возраст, когда кроманьонцы пришли в Европу. Вот как выглядит это в сопоставлении с человеческой фигурой. Вот, собственно, пещера Шоуэ. Видите? На стенах рисунки. И вот еще одна из причин. Очевидцы рисовали шахстистых носорок. Тогда они еще существовали. И другое, возможно, самое известное произведение эпохи Палеолита – это живопись пещеры Лоску. Тоже Франция. Это современница первых керамических. Сколько там? Да просто здесь они полихромные, цветные, лягкие. Их там много. Вот, например, изображение целой сценки охоты. Скорее всего, такие изображения во многом выполняли апотропную функцию. То есть функцию магическую, функцию защитную. Либо амулетную или талисманную, либо апотропную, то есть обратную. Апотропная – это апотропия, то есть защита, оберега. То есть если кулон с изображением богини плодородия мог усиливать, как считалось, плодовитость женщины, то в данном случае изображение воина, побеждающего какого-то зверя, могло выполнять как функцию магическую, чтобы способствовало твоей победе, так и как функцию оберега. Потому что охота того времени была, мягко говоря, небезопасным делом. У них не было ружья и не было тех технологий, которые сейчас есть. То есть они не с хаммеров, да, поливили, не с двухстволки, да, животных. А иногда выходили, чтобы сразиться с тем или иным животным, просто с кремниевым народом. А теперь представьте, что эти произведения искусства совершенно потрясающие, которые я вам показывал, особенно которые датируются возрастом сорок тысяч лет. Параллельно им, ключевым хай-теком вершины технологии того времени было каменное стрельбок. Следующий такой каменный стрельбок – это такой камешек, крем, да, у которого один кусочек, один угол более застрён, чем другой. Им можно что-то, можно отбить, например, другой камешек, можно обтесать деревяшку, да, тот же бивень мамонта обтесался и так далее. То есть речь идёт о примитивнейшем состоянии быта и совершенно несопоставимом, уникальном, по сравнению с ним, состоянии искусства, культуры. Поэтому эстетическое чувство, оно сопровождало человечество на всей протяжённости его истории. И не только утилитаризм, но и красота присутствует в артефакторах даже самых-самых древних времён, в том числе и дошедших от эпохи палеолита, тканевного века. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что красота – это некий излишек, что она добавляется к практической пользе, или когда утверждают, что искусство вторично от экономических или социальных составляющих, не верьте так, как история свидетельствует опрямо противоположное. Искусство появилось задолго до сознания человека, равно как и тяга прекрасная не появилась задолго, чем появилась современная форма сознательного мышления. На протяжении всей истории человечества красота ценилась не меньше, чем золото, а подчас намного выше последнего. А за категориями прекрасного, возвышенного, трагического или героического в искусстве стоят сложные силы и сложные процессы, которые и обусловили появление человеческой сообразации. Подумайте сами, я уже говорил, что египетском пирамидам четыре с половиной тысячи лет. Самому древнему городу на планете, городу Чаталхию, находящемуся в Анатолии, Турции, девять с половиной тысяч лет. Но произведениям искусства, которые я показывал вам сегодня, значительно больше лет. Не просто там на век или на десять веков, а в семь раз. И это если брать общепризнанные источники. И в пятьдесят раз, если брать спорные, но тем не менее научные вековы. Представляете, что такое цифра? В пятьдесят раз больше, чем самый древний город на планете, который свежий. Более того, этот самый древний город не так давно нашли. До этого считалось, что человеческая цивилизация значительно моложе. Почнее о нем знали, но о нем знали о верхних пластах. И датировались они, конечно, не такими же датами, какими город был изначально. А это означает и позволяет сделать радикальные выводы о том, что искусство не просто было всегда, оно и будет всегда. Так как оно является одной из важнейших составляющих человеческой природы. И как бы это ни казалось парадоксальным, но именно оно во многом сотворило человеческое общество таким, каким мы его знаем. И в завершение лекции я бы хотел показать вам еще несколько иллюстраций этого самого древнейшего мира города. Города Чаталхюю. Чтобы вы оценили то, насколько заботились не только об удобстве, но и о красоте на заре цивилизации. Вот реконструкция этого города. В лучшие годы его численность достигала 10 тысяч человек. Это Анатолия, Южная Анатолия, это район Турции. Достаточно эффектный сайт есть у раскопок англоязычного. Так что все, что делается там постоянно, можно в режиме почти что прямого времени смотреть. Постоянно, если какие-то находки, они выкладываются на сайт. Здесь указана датировка начала строительства этого города. Жили там достаточно долго. Вот как он выглядит сейчас. Вот реставрация, полная реконструкция жилища. Это там лестница что-ли? Да. Там не второй этаж, там собственный забор. Смотрите. Путешествовали по зданию. Квартира внизу, выход наверх. Здесь еще нет дымоходов и печи. То есть печь топилась в комнату. Поэтому основная причина смертности – это большое количество угарного газа. Неугарный газ, он-то выходил все-таки, осколки от сгорания в легких. Вот храм. Речь идет о почти десяти тысячах лет. Представляете, какой храм? Вот еще один. Понятно, что это все реконструкция, но если вы посмотрите на подлинники, они очень сильно повреждены, но они идентичны эти. Вот первый в истории человеческой культуры городской пейзаж. Здесь изображен полностью город и извергающийся вулкан. А кто этот пейзаж написал? Ну, какой-то художник города Чатал-Хюрида. Почти десять тысяч. А кому они были? Там изображение в качестве божества только быка. То есть некое быкообразное божество, причем, как вы видите, изображенное несоизмеримо больше, чем человеческую фигуру. Так что, когда вы проходите по истории искусства, что в эпоху Ренессанса в центре искусства становится фигура человека, обычно студент спрашивает, а что до этого? Чтобы человек был коровый, что ли? Да, коровый. Как вы видели, в пещере Лоско и в пещере Шавер тоже коровы. Ну или носорог, кстати. Вот первое проявление, значит, урбанистическая культура. И вообще десять тысяч человек – это очень много. Это маленький предмосковный городишко, современный. Вот такая фигурка божества. Видите? Здесь еще два животных справа и слева от богини находятся. Видите? Совершенно уникальная база. Опять же повторюсь, то, что речь идет о десяти тысячах лет. А она внешне ничем не уступает вазам ранней античности, то есть вазам эпохи Ганера. Это у нас будет самая страшная датировка восемь-девятых веков до Нового Господа. Самая страшная датировка. А здесь речь идет вот в какой датировке. Семь тысяч четыреста. Семь с половиной тысяч. Так что, как вы видите, уже в ту далекую эпоху, когда человеческого сознания в современной форме вообще не существовало, люди не просто изготавливали чашу, чтобы из нее пить, не просто чашу даже для ритуала, но чашу, которая должна была выполнять эстетическую функцию. Она должна была быть красивой. Представьте, насколько это затрудняет процесс ее изготовления. Просто из керамики сделать такую чашу, если есть гончарный круг, это достаточно быстро. А вот расписать ее таким образом, это можно за это же время... Знаете, сколько чаш сделать таких же? И тем не менее, простейших чаш, никаким образом не оформленных, здесь нет вовсе. Все расписаны, все расписаны по-разному. То есть, я обратил внимание на большую, но посмотрите, как маленькая, какой она нет. Все эти указанные чаши представляют безусловный эстетический интерес. Они красивы даже сейчас. Она же когда-то была новой. Это сейчас она старая, разбитая. Она когда-то была новой, только что покрашена, она блестела. Вид был совсем другой. Так же, как мы привыкли к античным статуям белым, да? Нам кажется, что это такая белая античность. Но они же все расписаны. Они же цветные. То есть, просто пигмент выветрился полностью. Где-то не совсем полностью, но в большинстве случаев. Это прибрежная зона. Это прибрежная зона морская, где соленый воздух. Он все выделил. В Египте, как вы знаете, сохранились цветные росписи. Потому что речь идет о закрытых помещениях и о отдаленности от моря, прежде всего. А в Греции это вы почти не сохранились. Все статуи, мы знаем, как белые, но это не так. Такими они не были. Так что эти тоже сосуды были когда-то яркие и красивые. Благо дело, что они были сохранены от такого жестокого воздействия воздуха. Они были завалены. Они засыпаны были. Только это и является единственным гарантом сохранности от времени. Потому что никакого подступа кислорода к объекту не будет. Чтобы объект никаким образом не пострадал. Так что сегодня я постарался вам показать, как эстетическое чувство присутствует не только в жизни животных, но и в жизни человека. Причем представлено почти в тех же формах, как в современном нам обществе. Почему человек был готов тратить колоссальное количество времени, чтобы получить что-то красивое, вместо того, чтобы получить что-то некрасивое, но значительно большее количество. Такой утилитаризм – это скорее концепция пулементичности. Вот там можно такое встретить. Красиво – то, что полезно. Но для человеческой цивилизации в общем это скорее эпизодические моменты, когда полезно и красиво это же действует. Например, в начале 20 века эти минималистские конструкции завода. Абсолютно все однотипные, которые позволяли поставить на конвейер любую продукцию и выпускать ее в неимоверных количествах. Те же заводы Генри Форд и так далее. Но эта эпоха очень быстро прошла, и сейчас такие здания далеко не в моде. В некоторых случаях они даже сносятся и на их месте ставится что-то совсем другое. Или их пытаются хоть каким-то образом украсить. Потому что понятие красоты, как мы разберем чуть позже, уже скорее во второй половине учебного года, зиждется на таких основаниях, на которых зиждется вообще вся психика человека. То есть говорит о том, что красота второстепенная, красота является добавочным, чем-то таким менее значительным, что она не является необходимым условием существования человека, это неправда. Она является столь же необходимым условием, как необходимый ресурс пищи, наличие тепла, сна и так далее. Потому что это то, что лежит в основании человеческой культуры. Если не будет ничего красивого, если не будет ничего эстетического, то человеческая психика просто вполне возможно откажется быть человеческой. Понимаете? Сама психическая структура наша очень сильно зависима от внешнего окружения. Очень сильно. И то, сможем ли мы оставаться своим воспитанным вкусом, то, собственно, сможем ли мы самого себя за себя посчитать. Это далеко не факт. Я вам на инструментоведении приводил примеры с феральными детьми. Феральные дети – это дети, которых вырастили животные. Это феномен известен с восемнадцатого века. Но никакими способами из известных довести их хотя бы до состояния дауна не удавалось. Они не способны к адаптации. То есть они не могут включиться в человеческое общество. Они воспитаны вне человеческого общества. То есть человеческое общество зиждется на таких устоях, которые включают в том числе себя вот эти базовые эстетические категории. Это тот же самый хлеб. Только это хлеб для слуха, для глаза, наверное. Или как по Брумман Пьеро поется, да, «Вино, что только взором пьет». Начальник пьет Луан Зен. Вот это и есть искусство. То, что «Вино, что только взором пьет». Если у кого-то есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Если вопросов нет, тогда в следующий раз мы с вами будем смотреть минимализм как направление в современном искусстве в целом. Не только в музыке, но в живописи, в архитектуре, в скульптуре. И попытаемся, самое главное, найти его философские основания. Не то, как он сделан, это анализ музыковедческий, а то, почему он так сделал, что он хочет нам сказать тем, что он таков. Если вопросов нет, то и если все записали с нами с точки, то у меня все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.